Всем привет! Люда Юйсэй Нью-Йорк. Гуляю в свой обиденный перерыв, постараюсь сделать видео об учебе. Поступил запрос такой от одной моей подписчицы. Она говорит, где вы учились, расскажите. И вообще расскажите об учебе в Америке. Ну я вообще-то об этом уже рассказывала в разных видео, но постараюсь собрать все в кучу. Ну хорошо. Вообще я за учебу. Я за учебу. Это нелегкий труд. Это нелегкий труд. Где бы вы ни учились, в России или в Америке, это, ну это работа. Вы знаете, это работа, за которую не платят. Это большие усилия. Это ты куда-то едешь, ты не спишь, у тебя нет праздника, выходных, вечеров. Ну конечно, в своем колледже здесь, в Америке, я наблюдала, что люди других, студенты других профессий, которые выбрали не медицинские профессии, у них такой был более расслабленный режим. Они как-то так, у них было social life. У нас social life не было. Мы были упертые, мы были такие умученные, загнанные. Но интересная была программа. Учиться было интересно. Но тяжело, тяжело, не то слово. Ну хорошо, предположим бы, солнце светит мне, но я не одеваю принципиально сейчас очки солнечные, потому что витамин D нам нужен в конце зимы. У нас вообще достаточно тепло сегодня. Вот видите, как уже все так вот классненько. Так, хорошо. Значит, вы решили, предположим, учиться. Девушка из Америки, насколько я поняла, она мне так сказала. Значит, здесь учатся в любом возрасте. И я за то, чтобы люди учились в любом возрасте. Потому что вы вкладываете в свое будущее. Вы вкладываете в получение специальности, которая сделает вас человеком независимым, где бы вы потом ни жили, в любом штате, в любом городе. Главное определиться со специальностью. Я помню, много-много лет назад, когда мне там было лет 20, наверное, один человек сказал такую вещь. Мы вступаем в эпоху, когда... Мы вступаем в век профессионалов. Мы вступаем в эпоху профессионалов. И будут цениться люди, которые что-то умеют делать головой или руками. Вот это мне запомнилось. Вы знаете, прямо красным флагом воткнулось в мозг. И на протяжении всей жизни я в этом убеждаюсь, что каждый хочет попасть к профессионалу. Что бы вы ни делали в вашей жизни, если вы лечите зубы, вы хотите попасть к профессионалу. Если вам предстоит какая-то диагностика, тестирование, вам нужен профессионал. Профессиональный врач, который вас направит туда-туда-туда. И вы выясните, в чем, так сказать, проблема, и как ее решить. Если вы строите дом, вам нужны профессионалы. Если вы чените экран сантехнику, вам нужен профессионал. Если вы ищете учителя или учителей для себя или для ребенка, вам захочется, чтобы это были профессионалы. Ну, какую ни возьми область. Вы идете на концерт, вы смотрите фильм, вы хотите, чтобы это были профессионалы. И особенно, чтобы сюжет был составлен профессионалом. И чтобы у вас как-то какие-то струны души были затронуты и очищены. Вот. Ну, в общем, по всем нужен профессионализм. Хорошо. Предположим, вы решили, что вы будете учиться в Америке, да? Сначала бы я определилась с специальностью. Конечно, можно выбирать то, к чему лежит душа. А можно... А можно то, что востребовано. Я бы выбрала востребованность, которая лежит в душах. Вот. Потому что вы можете прекрасно фотографировать, вы можете быть чудесным человеком, который делает видео. Вы можете писать картины, быть даже где-то там музыкантом, может быть. Но это хорошо оставить все-таки... Если вы, конечно, не на уровне нетрепка, то лучше это оставить как хобби, которое вам тоже, возможно, будет приносить... Тоже будет приносить доход. Но в будущем. Вот. А если все-таки... Вы хотите в Америке получить профессию, надо выбрать то, что у вас требовано в этом обществе. Или в российском обществе, неважно. Вы можете жить в России. Вы выбираете то, что востребовано в данный момент, в данном обществе. С перспективой на годы, на десятилетия. Как я вижу здесь, в Америке, видела и вижу, всегда будет востребовано, и сейчас востребовано, и будет востребовано на годы десятилетия. Америке – это все, что связано с медициной, все, что связано с компьютерами. Бухгалтерия – тоже аккаунтинг. Но бухгалтерия – там есть свои уровни. Если ты какой-то там младший, в каком-то начальном левеле, это не очень востребовано. А вот когда там они уже получают сертификаты разных уровней, лицензии разных уровней, тогда это уже востребовано. Полицейские, знаете, хорошая профессия. Но, конечно, вот те, которые подставляют себя под пули, едут на задания, ловят преступников, это люди, конечно, кто-то должен это делать, но это очень опасно. А вот есть у них такие профессии, у полицейских, как бы не профессии, а внутри их профессии есть такие, я даже не знаю, как это сказать, какие-то разные разновидности, или, опять же, как бы разные уровни, когда это более спокойные такие, кабинетные. Они вроде как полицейские, но они какие-то кабинетные полицейские. Они на задания не ездят. И у них хорошие бенефиты. У них очень хорошие бенефиты. Они в 40 лет могут выйти уже на пенсию, получить вторую профессию, хорошая пенсия, что-то там где-то работают. В общем, красота. Медицинская страховка, но все на свете. Так же, если бы, конечно, я приезжала в Америку в 20 лет, например, я бы сделала все, чтобы быть врачом. И даже неважно каким. Потому что, хотя они, во-первых, учатся 12 лет, ну и что, первый колледж так, а потом уже медицинский колледж. Но они выходят с большими заемами, большие лоны, большие кредиты на учебу. Иногда по 500 тысяч у них. Но если у них стартовая зарплата 100 тысяч в год, то, а потом растет, там 150 и дальше, то они выплачивают эти 500 тысяч. Выплачивают. И неплохо живут. Но, скажем, интересно, не померзли. Ну, да, сегодня у нас, кстати, 8 февраля. 8 февраля. Я в перчатках, но вообще-то тепло. Что-то хотела сказать. Кредиты выплачивают врачи. Но, конечно, если вы боитесь крови и как-то там не лежит душа, не лежит душа к медицинской деятельности, ну, конечно, вас никто не заставит. Само собой. Тогда все программисты. Программисты. И в Сан-Франциско вы найдете себе применение. Как и по всей стране, собственно. Хорошо. Ну, вот как-то, мне кажется, все, что... Ну, мне нравится все, что связано с медициной. И поэтому я, в общем-то, довольна. Ну, программирование тоже было бы хорошо. А еще лучше врачом. А, вот что я хотела сказать. Юристы. Лойеры, юристы, ну, не знаю. Вы знаете, это такое... Их так много, их так много... Хочется, я не буду рассказать один. Ну, не знаю. Рассказать, не рассказать. Тоже, вы знаете, если вы попадаете в руки к юристу, то это должен быть профессионал. Вот хорошо попасть к юристу, который профессионал. Иначе они могут загубить здесь жизнь, в Америке даже. Их так много, и у них такая профессия, что есть клиенты, есть работа, нет клиентов, нет работы. Пока ты там наработаешь эту клиентскую базу, это какое-то немножко непоследовательное такое. Есть клиенты, нет клиентов. Непонятно. Есть клиенты, они вроде как неплохо зарабатывают, нет клиентов. Начинают химичить, потому что хотят заработать. Ну, в общем, такое дело, не знаете. Не знаю. Юриспруденция. В принципе, вроде как. Там тоже есть свои поля, есть свои, может быть, по травмам, может быть, иммиграционный юрист, может быть, юрист, который занимается вопросами семьи, есть юрист, который занимается вопросами производственных, там всяких, и прочее, прочее, прочее. вот знаете, в принципе, тоже как вариант. Еще, если люди не хотят тратить годы на обучение, а в принципе, если человек молодой, почему не потратить? это, это, знаете, это такой вклад в будущее, инвестмент. Вот сейчас все хотят куда-то инвестировать. Кто-то хочет инвестировать в недвижимость. И раньше все инвестировали в недвижимость, и как бы неплохо приносило это доходы. Потом вот были вот эти вот, сейчас вот, вот это повеяние было прошлого года, криптовалюта, инвестировали в криптовалюты. Ну, похоже, что пузырь лопнул. Кто-то инвестирует, там было такое же, что инвестировали в золото, инвестировали в доллары, инвестируют в разные компании, которые могут за секунду тоже акции упасть. Вот, инвестировали во что угодно. Но вот инвестируют, почему-то учебу не рассматривают как инвестирование. Инвестирование в твое будущее. Изучаешь язык, ты инвестируешь в свое будущее. Получаешь профессию, ты инвестируешь в свое будущее. Но важно выбрать правильно профессию. Хобби – это хорошо, они вам могут принести дополнительный доход. Но надо выбрать правильно профессию. Так вот, еще какую я вижу здесь распространенную достаточно. кто не хочет инвестировать в долгий процесс обучения, я смотрю. Да, кстати, вот еще, чтобы я не забыла этот момент. Есть, помимо медсестер, например, я сталкиваюсь с социал-вокерами, социал-вокер, или физикл-терапист. Есть такие профессии, они, по-моему, приблизительно как медсестры получают. Но вот, наверное, хотя, мне кажется, медсестринское дело, оно более интересное. И ты можешь и там работать, и там, и там, и там, где угодно. В разных медицинских центрах, в разных госпиталях, в разных, вот, в школе, где угодно. Куда тебя занесет, к чему у тебя душа лежит, куда тебя сила обстоятельства твоей воли вынесет, скажем, да? Ну, а вот, как бы, социал-вокер, у них такое, как бы, немножко более рутинное. И то же самое физикл-ферапист, это люди, которые помогают детям и взрослым, у которых какие-то отставания или в силу травмы, или в силу чего-то, отставания физические, они, как бы, им помогают восстановить утраченные способности или развить то, что недоразвитое. И вот, у них, как бы, такой немножко все-таки более скучной, что ли, на мой взгляд. Ну, может быть, не очень скучной для них, не знаю. Но в чем плюс у них по сравнению с медсестрой? У них никогда не бывает цепь нотов, они никогда не бывают под стрессом, когда у тебя идет огромное количество пациентов или тебе надо много мультизадач сделать, а у них всегда один пациент и определенный отрезок времени. я смотрю на них в размеренном режиме. Где бы я ни была, я всегда смотрю на них, пересекаюсь с ними и как бы все так у них очень спокойно. Вот, есть пациент большой, маленький, взрослый, маленький, неважно, и потом определенное количество времени на этого пациента. 40 минут я занимаюсь с ним. Никто его не перебивает, никто его не дергает, никто не дает ему кучи заданий, у них нету стрессов, все размеренно. Это большой плюс по сравнению с нами. Вот, еще кто не хочет, ну они тоже так обучаются прилично долго, мне кажется. Кто не хочет долго учиться, есть такие технические специальности, техники, техники, например, ультра, ультрасаунд, ультразвук, x-ray, это рентген, но там облучение, там облучение, кецкин, MRI, МРТ по-российски, по-русски, МРТ, вот, они обучаются не так долго, но неплохие специальности, очень востребованные. В любом городе, в любом штате вы будете делать x-ray, MRI, ультрасаунд, кецкин, ну, в общем, все вот эти профессии. там есть свои плюсы-минусы тоже. Например, кто делает ультразвук, там нужно найти такую, как бы наработать опыт. Это не так просто, кто делает ультразвук. Доктор расшифровывает то, что сделал ультразвук, ультразвук, но ультразвук делает техник. И этот техник может так повернуть аппаратуру, а может так. Это может выглядеть как опухоль или, наоборот, пропустить опухоль. Потому что ультразвук это мягкие ткани, и там очень трудно, там как бы в потьмах люди, кто делает, они немножечко в потьмах идут. Вот. Но, тем не менее, обучаются, работают и в медицинских офисах работают, и в госпитале, в госпиталях работают. Ну, в общем, на ходе применения. И они, по-моему, обучаются намного меньше. Не знаю, год, год-полтора, может быть. Потом, например, такая специальность. Вот, вылетела из головы, что хотела сказать. Ладно, вспомню. Ну, это то, что мне сейчас приходит на ум. Такие специальности. А, вот, недавно разговаривал с человеком, буквально вчера, позавчера, знакомый мой один. Вот он выбрал какой-то сложный такой путь. Он получает степень бакалавра, но для того, чтобы быть лэп-технишем, то есть техник в лаборатории. Вот. Интересно. ой, вот. Значит, я говорю, зачем такой сложный путь бакалавра, чтобы быть лаборантом, фактически. Ну, хозяин-барин. Причем, он берет понемножку предметов каждый семестр. О, там учиться. Ты так и на 8 лет можешь растянуть это обучение, не знаю. Потом сидеть, дышать парами в химической лаборатории. Ну, профессий много. Вы знаете, профессий очень-очень много. Можно быть талантливым дизайнером, можно быть, не знаю, кардилером, можно быть кем угодно, учителем. Кстати, неплохая профессия учителя. Но, я смотрю, так они, наши спятые, здесь немножко мучаются, как и везде. У них неплохие заработки. После того, как они нарабатывают опыт 10 лет, если они работают в департам... имеют ДОИ, Department of Education, то после 10 лет у них хорошие заработки. Но, все-таки, я думаю, если профессия учителя, то, наверное, все-таки до класса 6-го приблизительно. Потом, конечно, дети немножко бывают то ли дисциплину держать, то ли обучать. Вот такой вот у них всегда выбор как бы учителей. Ты либо дисциплину, либо учишь. Ну, немножко так напряжно. Конечно, хорошо, когда они там получают разные степени и могут преподавать в колледжах, но там, по-моему, нужна степень PHD. PHD это профессорская степень, то есть они должны получить магистратуру, потом PHD, потом уже преподавать математику студентам в колледже, например. В колледже хорошо, все слушают, никаких усилий особо не делаешь, очень. То, что нам преподавали математику, такая легкая, просто, просто детский сад, на мой взгляд. Это был просто детский сад. И он так ненапряжно это все преподавал, и мы так ненапряжно это все воспринимали. Ну, в общем, много разных профессий, но я вот за то, чтобы была специальность, все-таки надо получить специальность. Ту специальность, которая пусть тебе достанется с трудом. Получить лицензию не так просто, но зато ты будешь востребован в любом городе, в любом штате Америки. Ну, хорошо, определились вы, предположим, со специальностью. Теперь вы выбираете колледж. Ну, я буду говорить про Нью-Йорк-сити. Я не очень знаю, как в других, но я думаю, что везде приблизительно одинаково в Америке. Ну, в общем, скажем, в Нью-Йорке есть частные колледжи, а есть колледжи полу-государственные, получастные. Они не совсем частные, но они не совсем государственные. Это вот система Кьюни-Суни. Кьюни или Суни. Вот. Кьюни или Суни. Значит, там плюс один, плюс один единственный. Там намного дешевле. В колледжах частных студенты являются клиентами. И поэтому к ним такое трепетное отношение. Насколько я знаю, я могу ошибаться. я сравниваю с тем, что рассказывала мне моя подруга, которая училась в частном. Да, они выходят с большими заемами. Вот. Они, допустим, если у нас семестр, это 4 месяца, стоил где-то порядка 4 тысяч, если не брать учебники, если не брать зимний семестр, не брать летний семестр, то есть 2 семестра 8 тысяч в год. Брали обычный и летний семестр, брали и зимний. То она говорила, по-моему, в среднем 25 тысяч в год была программа Мерсинг. Медсестринская программа, по-моему, у нее было 25. То есть уже 50 тысяч в год. Большая разница, 8 или 50. А есть такие, что вообще сумасшедшие там семестр 50 может стоить. В общем, но если у нас проходной там по тестам у нас было перевалить надо было там, по-моему, 76 процентов, набираешь, набираешь, все от всех тестов, включая финальный, все вместе, ты должен перевалить был каждый семестр за 76 процентов. У них было, по-моему, 80. Но если у нас 75.8, 75.9, но ты не перевалив за 76. У нас все. У нас люди прощались с программой, вылетали. А им находили какие-то варианты. Какие-то сделать ресерчи, какие-то сделать эссе. Вот. Ну, как-то так, вот, знаете, какие-то поблажечки такие им давали. Вот так она мне рассказывала. у нас никаких повлажечек не было. Ну, вкратце, как у нас проходило обучение, скажу. Ну, это было, я только приехала, через год я пошла учиться сразу. и как бы лучше не откладывать сразу идти. Во-первых, полагаются определенные гранты. По-моему, первые пять лет, если ты сразу идешь учиться, полагаются какие-то гранты. Финансовая помощь, financial aid. Ну, ее как бы мне какие-то семестры давали, какие-то не давали. Ты никогда не знаешь, тебе покроют учебу или не покроют. Это держит в тонусе. Помимо учебы, тебе же нужно покупать учебники, тебе нужно снимать жилье, тебе надо тратить на жизнь, поэтому все равно приходилось работать. И большинство у нас работало. Большинство у нас работало. Но некоторые как-то там за счет родителей, а кто-то от души шиковал, беря лоны. Особо там не расшикуешься на эти лоны, но люди брали и выходили с этими лонами. Как я уже говорила в одних своих первых видео, что с лонами такая система. Вообще всегда, когда ты учишься, работаешь, да и вообще по жизни, мне кажется, ты либо выбираешь стресс сейчас, либо у тебя стресс будет потом. Но без стресса это никак. Если ты выбираешь стресс сейчас, ты будешь работать и учиться. Уматываться, упахиваться, не спать, не иметь праздника, выходных, вечеров. Если ты выбираешь стресс потом, то ты можешь от души как-то так играючи учиться, но потом тебе надо будет выплачивать этот лон. И тебе дают после получения диплома и получения по-моему, даже после получения диплома не смотрят, когда ты получишь лицензию. Ты можешь сразу получить лицензию, а может быть, не сразу. Это никого не интересует. Но через 6 месяцев после получения диплома тебе надо выплачивать лон. И тогда начинается стресс потом. Там по-моему 800 долларов в месяц платишь приблизительно. Вот и представьте, если ты получил профессию и получил работу по профессии, то куда не шло. А если нет, эти 800 долларов будут очень даже большим напряжением. Особенно если человек снимает жилье. и в поиске работы, в поиске стресса. Знаете, так здорово греет уже. Прямо ощущение весны. Хотя утром было минус где-то 2. Вот так вот. А сейчас градусов 10 точно. Вот мой друг. Да, всегда он меня приветствует. Я гуляю такой своеобразный. скучает. Вот. Ну хорошо. в общем всегда так по жизни. Либо стресс сейчас, либо стресс потом. Ну не знаю, кто живет без стрессов. Ну говорят, что стресс полезен в маленьких дозах. Ну вкратце как было у нас. Какие у нас были условия? Это было 2008 год. уже 10 лет прошло, даже не верится, что так пролетели 10 лет. Значит, надо было набрать реквизиты. Да, значит, я определилась. Вот я выбираю вот этот колледж. так как он мне достался суровой была кафедра, суровые челябинские кафедры и прочие даже рядом не стояли с той армией, которую мы прошли вот в том колледже. Я потом спрашивала, везде каждый с сестрами, ну везде тяжело, везде тяжело. Все, что связано с медициной, везде очень напряжно. Везде. Тесты, 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 шаг лево, шаг право, расстрел, прощай программа, везде тяжело. Мне кажется, как было у нас, вот я так спрашивала других. Ну, прямо были, конечно, очень хорошие профессоры, очень хорошие преподаватели, вспоминаешь, с теплотой. Сама программа, на мой взгляд, интересная, учебники чудесные, прекрасные. Учиться интересно, если бы не висел, когда висит над тобой на уровне шеи дамоклов меч, что ты можешь вот так, в два щелчка потерять программу, это вызывает снижение уровня удовольствия от учебы. У нас было так. Значит, какие были условия? У нас условия были такие. Да, я выбрала колледж, я даже не буду его рекламировать. Ни в частной беседе, ни здесь. Они меня шлют письма регулярно, каждые три месяца, с тем, что как бы вспомните замечательный год обучения, пожертвуйте нам то-то-то-то. выходишь с посттравматическим синдромом, как бы пытаешься положительно вспоминать, но всяко бывало, всяко бывало. Я знаю, что у нас после, когда мы стояли в очереди, ой, когда мы стояли в очереди после последнего, финального экзамена, самый последний, и ждали все как приговор. И в этой очереди я смотрела и половина плакали. В результате до какой степени был накал, накал вот этих нервов, но я не плакала. Я смотрела, у меня, конечно, все внутри сжималось в ожидании приговора, но я смотрела, там у нас даже были студенты, молодые ребята, то есть нерсинг не только для девушек, женщин, были мужчины, был даже папа двоих детей, и он тоже стоял и рыдал. Им вот так это тяжело тоже далось, как и всем, как и всем. Вот. И в общем-то в этой очереди стояли те, кто дошел до финала. И вот он последний, последний момент, когда нам скажут, ты получаешь эти 76 или не получаешь. Ну, это было вообще как это, знаете, просто довели всех уже. Поэтому вы же это все с посттравматическим синдромом. Вот. Ну, в общем, так вот дается. Потом, почему такие нерси, такие все, почему они такие все тав, почему они такие все стрикт? Ну, потому что, потому что нам такую заложили базу. Мы такие все суперответственные, мы такие все, вот, у нас сразу проносится вся жизнь пред глазами, когда там что-то случается. Вот. Значит, какие были условия? Да, значит, я выбрала колледж, я иду туда, там какие-то были такие специальные офисы, адвайзеры, там сидели и говоришь, я вот хочу быть медсестрой. Они смотрят на тебя, да, вот она еще одна, еще одна, еще одна ненормальная, которая хочет быть медсестрой. Все хотят, все хотят, но ты еще не представляешь, куда ты ввязываешься, дружище, вот так как бы читалось в глазах. Ну, хорошо, это я, конечно, утрирую. Они дают тебе распечатку, вот твои предметы и вот условия, чтобы ты принесла нам, по-моему, там надо было свидетельство о рождении, переведенное у нотариусом, заверенное, потом нужно было, по-моему, аттестат о среднем образовании, что-то там еще надо было, и обязательно нужны были прививки, обязательно нужны были прививки. Я пошла к своим врачом, впервые тогда встретилась с моим врачом, с которым мы идем рука об руку уже 11 лет. Она смотрю, сколько время, она проверила кровь, так, надо уже идти, и говорит, что вот на это у тебя есть прививки, на это у тебя нет. Там не так было много, но какие-то основные, какие-то были основные такие прививки, и вот на что-то у меня не было. Ну, параллельно, она там мне предложила сделать на гепатит. Я говорю, ой, знаете, как прививка у нас отношения, говорит, слушай, ты будешь потом все время работать с людьми, все время будешь работать с людьми, и давай сделаем... Почему ты отказываешься? Я сделала на гепатит этот, на гепатит B. Потом интересно, что у меня исчезла эта прививка, как и на ворицеллу. Это удивительно, почему, явление, что через несколько лет меня проверили, у меня не было... То есть сначала у меня были иммунные тела, все нормально, а потом через несколько лет тоже мне надо было там проверить, у меня не было на ворицеллу, которая у меня была на тот момент, а потом также на гепатит исчезла. Это было очень интересно. Я опять делала на ворицеллу, опять делала на гепатит. Очень странная, потому что гепатит, прививка делается в три захода, три раза, и как бы должны быть устойчивые иммунные тела. И она сказала, что твой организм почему-то сжирает вот это все, не знаю. Это, как раз, очень редкое явление, но оно бывает. В общем, привито, привито от всего. Хорошо, все сделала, идешь обратно туда, они говорят, все, теперь тебе надо набирать вот эти пререквизиты. Пререквизиты, это как бы ряд, ряд предметов обязательные для попадания в программу НЕРС. Но, в чем было, в чем, то есть конкуренция колоссальная, все хотят попасть в программу НЕРС, но в чем была фишка там, что надо было тогда, в 2008 году, были такие условия, что надо было сдать все пререквизиты, все предметы на высший балл. У нас был А высший балл, наша система такая А-, Б+, Б-, С-, С-, Вот надо было, ну, там еще есть ДИ и И, ну, и это вообще какой-то колл, по-моему, колл. Не знаю, кто там на И, кто-нибудь сдавал вообще что-нибудь. Вот, такие были условия, что надо сдать все пререквизиты на ЭЙ. И если ты проходишь вот по этим пререквизитам на ЭЙ, то ты автоматически попадаешь в программу. Это не так-то просто было. Я сдала, я сдала. Некоторые предметы были очень простые, типа математики, как я уже озвучила. Математика, еще такой был преподаватель, о-о-о, там вообще, ой, ну, знаете, это просто, конечно, детский сад для колледжа, то, какая у нас была математика. Ну, какие-то там даже дроби, дроби какие-то были, даже какие-то уравнения, ну, какие-то вообще, какие-то шуточные уравнения, я не знаю, их уравнения ты не назовешь. В два, в два этих, как это называется, решения, в два хода решалось. Ну, что это такое для колледжа? Вот с психологией первой было бы осложнение. Психология была очень интересным предметом, как и вторая, и сложно было с биологией первой. Биология первая была тоже очень интересная, но очень сложная. А вторая говорить нечего. Там эти 400, 2004 кости, все названия надо было знать, но это только, я только маленький эпизод говорю, и больше 4 мышц. Никто не знает даже, сколько их. Вот, кости знают, а мышцы до конца никто не знает, сколько. Но там вообще, это, конечно, была катастрофа. Вот только это, а там не только это, там было много чего на второй биологии. или я буду с первой, сейчас не помню. Но не важно. Биологии были, конечно, вообще. И был ряд английских. Английских было несколько. Какой-то был предмет английского эссе, никому не нужно общить эссе. был предмет, что-то такое, типа, мировой литературы, разбор, анализ мировой литературы. Интересно, интересно это все было. Но ученица была такая, внешний сует, но она выжимала из нас все, что можно. Но досталось мне это. И, конечно, я помню на английском, ужас как. И еще какие-то были предметы, но не запомнились они. Ну, в общем, я быстро-быстро за год набрала их и программу. Я помню, приходишь туда, в этот департамент, они, говорят, дают бумагу, поздравляют, и в программе. А если не сдаешь на A, например, у тебя там 1B или B-, если много подало заявлений на программу медсестры, то тогда эти люди как бы встают в очередь. И в эту очередь тебя могут подвигать и подвигать, подвигать и подвигать. То есть ты можешь там стоять годами. Люди, конечно, не ждут, они идут в другие колледжи. Но этот колледж может от тебя и как бы уплыть. А он был недорогим. Видите, все хотели туда, потому что он был недорогим. Но я не знаю, там было так, все, как бы настолько все строго, настолько все жутко, что потом еще продолжу, расскажу. Сейчас уже у меня все, обед заканчивается. Расскажу про учебу, потом в самом этом уже колледже. Не выключается. и выключается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!